Я представляю вам, если вдруг кто не знает случайно, наших замечательных коллег, как Екатерину Филатову из Самары, переводчика маркетинговых текстов, и Романа Булькевича из Киева, который работает в том же, так сказать, направлении. Пару слов о себе они скажут сами, и мы начинаем. Доброе утро, уважаемые коллеги, мы очень рады сегодня вас видеть, особенно всех видеть, рады знакомых нам коллег. Для тех, с кем мы еще пока не знакомы, пару слов буквально. Как сказал уже Иосиф, я занимаюсь практически исключительно переводом только творческим, то есть рекламным маркетингом, ну и также редактированием таких же текстов. Я занимаюсь не только творческим, но им тоже. С Катей мы иногда редактируем друг друга. Да, это важная деталь, то есть об этой теме мы решили говорить не случайно, она действительно нас волнует, и конференция показывает, что волнует она не только нас, но и очень многие умы, поэтому давайте продолжим этим заниматься. Значит, вчера был прекрасный доклад Игоря Завадского, на котором мы присутствовали, и он был тоже посвящен рекламным маркетинговым текстам, но он больше был о теории. Поэтому сегодня мы предлагаем вам заняться практикой, поэтому занятие наше будет практическим, и чтобы оно было интереснее, мы приглашаем вас как можно активнее в нем участвовать. Сразу два важных момента. Во-первых, мы не будем сегодня говорить ни о какой теории, будем заниматься только практикой, и во-вторых, у нас сегодня крайне мало времени для такой обширной, глубокой темы, поэтому есть большая вероятность, что некоторые интересные моменты останутся за кадром, поэтому мы предлагаем вам, если останутся какие-то вопросы, предложения, замечания, подходить к нам в неофициальной обстановке у любой сосен, и мы с удовольствием все неосвещенные моменты с вами обсудим. Итак, давайте сразу перейдем от слов к делу и подумаем о том, что же такое редактирование именно в контексте рекламно-маркетинговых переводов. В идеальном мире клиент нам присылает хороший такой добротный текст, который мы условно назовем алмазом, и наша задача как редактора сделать из него такой красивый бриллиант. То есть, ну понятно, что в мире совершенства нет, но если оно есть где-то, то к нему приближены маркетинговые тексты, то есть это должны быть тексты, которые будут сверкать, переливаться, очаровывать людей, и люди все сразу бросятся покупать товары и услуги, которые они рекламируют. Вот, ну что же мы имеем в реальности? Скажите, пожалуйста, из вашего опыта, всегда ли вам присылают алмазы? Нет. Да, бывают другие камни, да, и не всегда драгоценные. Даже не камни. И даже не камни тоже присылают, как говорит человек с большим опытом. А всегда ли у нас на выходе получается бриллиант? Вот тоже надо признать, что нет, да, потому что бывают ограничения по времени, бывают всякие факторы прочие, бывает бюджет клиента, из которого никак выйти нельзя, там бывают странные пожелания клиента и так далее, то есть тоже может получиться не бриллиант, есть такая вероятность. Ну и есть также тексты, из которых алмаз не выйдет по определению вообще никогда и никак. То есть их можно только выкинуть в ведро и переписать текст, в общем-то, заново. Но об этом мы говорить не будем, мы сегодня поговорим о другом случае. Роман? Да, мы поговорим о случае, когда мы получили более-менее приличный текст. Это текст не из нашей практики, предупреждаю, это текст, но это реальный перевод из интернета. Вот по условиям нашей сегодняшней задачи мы получили вот такой заказ и отредактирую это. Вот и все. Английский, переводим на русский. Вот этот текст, вы его все получили, наверное, многие все-таки, надеемся, успели ознакомиться. А сейчас у каждого есть роза. Ну, посмотрев на этот текст, мы видим, что это описание рекламной кампании под названием Our Celebrity Fans. В переводе – наши знаменитые гости. Ну, пока вроде неплохо. Суть – это рекламная кампания сети отелей. Ее суть в том, что вот эти celebrities, которые являются регулярными клиентами этих отелей, их loyal fans, как там написано, ну, как-то их там рекламируют. Фото, видео и так далее. Хорошо, вот у нас есть такой голый текст, с чего мы начинаем работу. Прежде чем приступать к редактированию, наверное, надо, что, надо ознакомиться с контекстом, надо увидеть этот текст живьем как-то, с иллюстрациями, со всем в работе, в общем-то. Тоже я надеюсь, что кто-то это сделал в свободное время, получил рассылку, да? Кто-то сделал? Вот. Ну, значит, возможно, клиент нам прислал референс, там ссылку, а если нет, то мы легко нагуглим, увидим, что это сеть пятизвездочных отелей Mandarin Oriental, вот его адрес сайта. А вот наша страница, ту, которую нам прислали. Заголовок «Ao Celebrity Fans», два абзаца текста и фотографии вот этих, видимо, знаменитостей. Ну, давайте выберем какую-то из них, вот этого джентльмена с бородкой. Сэр Питер Блейк, художник. Вот так выглядит типичная страница знаменитости в этой рекламной кампании. Слева большой плакат с портретом этой звезды и слоганом «He is a fan», или «She is a fan», если это женщина. Справа текст, который рассказывает что-то об этом человеке, и внизу ссылка на видео под тем же названием «He is a fan». Ну, к тексту мы еще вернемся, посмотрим, что собой представляет видео. Вот, это ролики там по одной-две минуты, они имеют одинаковую структуру, все человек рассказывает о вещах, перечисляет вещи, которых он в жизни фан, которые он любит. «I am a fan of коллекционирования», «I am a fan of modern jazz» и так далее. Ну и в конце обязательно, обязательная фраза, конечно, ради чего все это затевалось, «I am a fan of the Mandarin Oriental». Для полноты картины посмотрим на главную страничку сайта, мы видим там нашу рекламную кампанию в действии. Вот большой баннер со звездой, и там тот же самый слоган, увеличили «She is a fan». Хорошо, возвращаемся к нашему тексту, начинаем редактирование. Смотрим сначала на название. Мы его видели, «Our celebrity fans», наши знаменитые гости. Вроде было бы неплохо, но теперь мы увидели что? Увидели, что вот этот термин «fan», слово, оно сквозное во всей рекламной кампании. Баннер «He is a fan», видео повторяется многократно. Да, то есть хотелось бы, чтобы было какое-то единственное. Гости, конечно, не подойдут. Поэтому вот сейчас надо задуматься, что делать с этим фэном и с этим названием. Есть идеи? Есть. Нас любят. Нас любят знаменитые. Максим, а как же точность? Так нельзя, Максим. Мы должны, в первую очередь, мы должны попробовать фанатов. Но мы все с вами здесь собрались, не сегодня начали переводить. Мы понимаем, что фанаты, наверное, здесь не сработают. Он фанат слоников и так далее. Джентльмен, которого вы видели, фанатство ему, прямо скажем, не к лицу. Оно его не украшает. Дальше мы начнем думать по поводу, да, пожалуйста, версии. Ценитель. Ценитель. Поклонник еще. А там же еще с веером. Олеся смотрит вообще вглубь, еще и с веером штука, да. Ну, ценитель, поклонник, почитатель, там кто еще, уважатель, да. Да, мы должны просто это все понять, чтобы быстро сразу поймем, что ничего это не сработает, как правильно сразу же просек Максим, да. То есть поклонник, почитатель слоников, ну, не пойдет у нас современного… Любитель. Да. Двойные… Игрушечных слоников. Двойные, тройные смыслы – наше все, конечно, да, любитель. Поэтому, да, конечно же, напрашивается вариант с глаголом «любить». Да, нас любят, там, знаменитости любители, любящие нас знаменитости и так далее, и так далее. В общем, этот процесс мы как раз и называем транскреэйшном, да. То есть понятно, что это процесс творческий, мы должны по-хорошему, да, там, пробовать и так далее, но это не тема нашего сегодняшнего доклада, мы редактируем. Поэтому, да, мы поддерживаем Максима в этом начинании и придумали такой вот вариант, как «Нас любят звезды». Олеся правильно сказала, что там еще была иллюзия на веер, то есть фэн – это не только фанат, но и веер, который появляется на логотипе. И это, конечно же, мы не имели ни одного шанса повторить в переводе, да. Но у нас здесь тоже добавились двойные смыслы, да, что звезды нас любят, звезды такие, звезды сякие. В общем, получилось, по-моему, вполне симпатично. Вот, поэтому вот так вот было-стало, были наши знаменитые гости, что было как бы хорошо и правильно, да, в отдельном, в отдельности, в вакууме, да. Но в контексте это не сработает, поэтому получилось, «Нас любят звезды». И, в общем, прошло всего лишь 15 минут, а мы уже отредактировали целый заголовок. Ну, да, перейдем, наконец-таки, к самому тексту. Английский мы, конечно, читать не будем, мы смотрим на перевод. Вы можете посмотреть в оригинал у себя в распечатках. Все отели «Мандарина Рентал» отличаются превосходным качеством обслуживания и внимательным отношением. А каждый гость в любом из них на особом положении. В рамках нашей беспрецедентной рекламной кампании мы представляем вам 29 мировых знаменитостей, которые являются постоянными клиентами наших отелей. Есть замечания к этому переводу? Замечайте. В отелях «Мандарина Рентал» каждому гостю относятся с вниманием и уважением. Нет, это уже конкретное предложение. А какие замечания именно к переводу, то есть вот основные моменты, которые, почему этот перевод нельзя оставить? Особое положение. Отношения, да, как-то сиротлива без того. На особом положении это почти как в одном месте, как говорил Игорь вчера. Да, а что насчет является? Я сказал, что там существенный момент, как по мне, да? Мы в каждой мелочи классные, да? А вот в внимательном отношении вот этот момент, что до последней мелочи, да? Вот это сиротлива. И причем, как Оля сказала, непонятно к чему, к кому отношение. То есть, Йосе все нравится, тоже вариант, да. То есть, это понятно, что… Давайте для начала отметим, что канцелярит наш главный враг и так далее. Вспоминаем Нору Галь. И вы являетесь постоянным клиентом нашего гостиничного предприятия и так далее. Так говорить нельзя, по крайней мере, на сайтах пятизвездочных отелей. Вот. Ну, а в целом, конечно, совершенно правильно вы все отметили. Моментов там много. Мы предлагаем вам отредактированный вариант. Какие-то моменты мы готовы будем обсуждать лично. Наверняка у вас есть и лучшее предложение. И так получилось. Отели Мандарин Ориентал заслужили безупречную репутацию не только благодаря непревзойденному сервису и вниманию к деталям, Максим, но и благодаря особому отношению к каждому гостю. Мы хотим познакомить вас с некоторыми из наших самых известных гостей, с 29 мировыми знаменитостями, которые давно любят наши отели. Вспоминаем Loyal Fans, да, сквозное слово всей компании. И согласились принять участие в нашей беспрецедентной рекламной компании. Ну вот по нежирному черному можно отметить, что осталось, да, от перевода. Жирное, значит, это появилось, красное это мы удалили. Давно любят, наверняка есть к чему придраться и как улучшать. Все это мы готовы с вами обсуждать, потому что у нас всего лишь 35 минут. Да, Ирина. Небольшой комментарий. Очень удачно вот это решение, хотим познакомить вас. То есть потенциального клиента ставят на один уровень со знаменитостями. И лично вовлекают. Да, да. Ну давайте пока двигаться дальше. Все мы с удовольствием потом обсудим по поводу «Давно любят» и так далее. Следующее предложение. Узнайте, почему эти уникальные личности считают наши отели превосходными и насладитесь просмотром фотографий и видеороликов вот известного фотографа знаменитости Патрика Личфилда и удостоенной наград фотографа Мэри Маккартни. Какие есть замечания? Есть замечания вообще? Да, что еще? Узнайте, почему. Да, узнайте, почему. Зачем узнаете? Это тот случай, когда без 100 грамм кто чем кого, что снимал, кто удостоен. И остальное, что еще? Что там? Что-что? Длинное, да. Light and grey. Так, в чем проблема? Вот мы считаем, что правильно опустил переводчик. Зачем это? Писать, что он покойник. Кто его знает, тот и так знает. В английском звучит, в русском как-то никак. Да, вот то, что там грейта, здесь известный всего лишь опустили. Роман, скажите, пожалуйста, это просто плохой перевод получается? Это плохой перевод просто? Ну, плохой перевод. Все относительно, конечно, есть хуже. Бывает. Это как бы то, что можно редактировать. Он неизвестный. Великий, да, я же говорю, там грейта, здесь просто известный перевели. Что-то еще? Так, ну насладитесь, даже говорить не о чем, да? Удостоенная наград, что-то надо с этим делать. Да, удостоенная награда Мэри. Да, удостоенная награда. В русском языке как-то оно висит в воздухе, надо что-то именить. А если лауреата, тогда надо чего? Тогда надо смотреть, кто она. А вот мы смотрели и увидели, что она ничего не лауреат, и у нее нет наград на самом деле. Просто ей так написали эпитет. Да, да, да. Уникальная личность, никого не режет вслух. Так, ну вот насладитесь, как бы 327 тысяч уже размножились, наслаждение, да? Ну вот, да, предложение мы разбили на два. Что именно эти талантливые люди ценят в отелях Мандарин Ориентал? Читайте истории, смотрите потрясающие фотографии и видео авторства великого Патрика Личфилда и известной современной фотохудожницы Мэри Маккартни. Вот, кстати, да, еще вот это вот лейт, она, да, а она more recently, там есть как бы преемственность. Ну здесь мы добавили современные, чтобы это как-то показать. Видео авторство, но он не хорошо звучит. Смотрите видео авторство. Зачем авторство? Может просто работа? Видео, Патрика, тогда, может быть, там он снят на нем, ее фотографии. Видео, смотрите, видео, это как-то не очень респектабельно, видеосюжеты, может быть. Нет, это нормально. А зачем мы срешим респектабельно? По-моему, нормально. Вот это уже... Давайте, да, вернемся к этому после, кто хочет. Следующее предложение. В качестве благодарности за участие наших знаменитых гостей Мандарин Ориентал перечислил пожертвования в благотворительный фонд на выбор каждого из них. Есть вопросы какие-то к этому? Нет, нет, вот у Ирины нет. Каждого из гостей. Участие в чем? Да, участие без ничего, это как сочувствие. Да, пожалели Мандарин Ориентал. Проявили участие. Да, Мандарин Ориентал, а кто, собственно, он? Мандарин перечислил, там, сеть. Мандарин Ориентал выбора по выбору, да. И я бы сказал, на различные, там, на благотворительные цели по их выбору, потому что мы не юридистику пишем, что такое чайники. Можно, на самом деле, там, да, они все с ЮНИСЕФом почти работают, как более глубокое изучение контекста. Вот в качестве благодарности, зачем качество? Ну, вот, грубые правки, вот, что-то такое уже, ну, вроде, получше стало, так? Знак благодарности. Знак, знак. Да, наверное, да. Так, да, вот, сделали, что смогли, в доведенное нам время отправили. Вот, и заказчику понравилось, он нам прислал вот следующий заказ. Да, что характерно, заказчик решил, что он сможет позволить, наш гипотетический заказчик, позволить еще один текст у нас заказать, отредактировать, поэтому перейдем к звездам, к тому же сэру Питеру, который мы с вами уже видели, он нам всем очень понравился, конечно же, и мы с удовольствием отредактируем текст уже про него. Сэр Питер Блейк, художник, вот, очевидно, очень уважаемый, как минимум в Великобритании, а так наверняка и во всем мире. Текст, опять же-таки, у вас перед глазами, поэтому заголовка тут нет, начнем сразу с текста. Крестный отец британского поп-арта, именно так часто называется, сэра Питера Блейка, автора знаменитой художественной имитации, конверта, альбома Саджин Пеппес, бла-бла-бла, группы Битлз. Да, но тут вариантов было мало, художественная имитация, конечно же, всем сразу резанула глаз и ухо кому-чего, да? А кому-то… Да. Структура, конечно, очень запутанная, да, тут надо сначала что-то принять, да, потом разобраться. Ну и художественная имитация, возникает вопрос, что это вообще, откуда она взялась здесь. Если, как только мы залезем в Google, мы сразу с вами увидим, что она, оказывается, взялась просто из Википедии. То есть кто-то когда-то легким движением руки внес туда художественную имитацию конверта, что это непонятно. На самом деле вы догадываетесь, да, что речь идет просто про обложку знаменитую на весь мир, обложку знаменитого, опять же таки, альбома. Вот, поэтому понятно, что это нужно, конечно, будет убрать. Структуру мы… Игорь совершенно правильно прокомментировал, но структуру мы здесь оставили, не занимались вкусовщиной, занимались вот самым-самым грубым, что нужно править. Поэтому мы убрали имитацию и написали автора легендарной обложки альбома, и решили мы, что группа Битлз заслужила уже то, чтобы ее написать на русском, и альбом, и саму группу. Вот, оркестр клуба «Озенокий сердец» сержанта Пеппера группы Битлз. Вот, получилось так. Опять же таки, остальные варианты готовы обсуждать. Ну, а дальше будет интереснее. Дальше будет коротко, потому что время. Следующее предложение, оно такое емкое, мы узнаем то есть факты из биографии сэра Питера, что он там стал Royal Academy Mission, а потом стал GBE, а потом был United as a KBE. В общем, мы понимаем, что он заслуженный человек очень, но вот в этих званиях надо как-то разобраться. Переводчик как-то перевел, ну и, наверное, добросовестный редактор должен что сделать? Проверить все это, да? Да, ну, с Academy Mission там более-менее правильно, член Королевской академии искусств, это мы поискали, нашли и убедились. Что такое GBE? Награжден орденом Британской империи. Посмотрим, что это за орден. Посмотрели, узнали, что это рыцарский орден. Нельзя им наградить, его можно только принять. А что такое GBE тогда? GBE это звание самое высокое, рыцарь Большого Креста. За ним идет рыцарь-командор КБИ, вот это правильно переведено, да? Там еще и всякие младшие звания, там командор, офицер, кавалер, мелочь. Ну, соответственно, мы смело правим, произведен рыцарь Большого Креста ордена Британской империи, ну и так далее. Нормально? Нет. Давайте по смыслу только, по содержанию вот этих... Став был произведен, став за строку баров, выклыл виски, это да. А в 81-м стал, а в 83-м был произведен. Вот и куда. Став в 81-м. Граматика, а граматика. А по смыслу, по смыслу? По смыслу, нет? Смотрите. Сэр Питер, да, мы сейчас о званиях решили сосредоточиться на них. В 83-м стал КБИ, но это самое высокое звание. А в 2002-м, что его, разжаловали, да, понизили. Что делать? Что делать? Надо искать информацию. Ищем биографию, находим, что... Находим, что банальная ошибка в оригинале. На самом деле, он в 83-м году стал Сиби и командором всего лишь, а потом уже дослужился до этого. Хорошо, мы нашли ошибку. Что делать с этим теперь? Нет, нет опции такой. По условиям задачи. Ну, неважно. В общем, варианты. Воспроизвести эту ошибку, как есть, да, или исправить, да? Третий вариант есть. Да. Есть вариант, ну, предположим, что заказчик ушел в отказы и все, в глухую. Мы можем просто-напросто опустить это звание, ну, вот, был принят там, да, куда-то, а это уже, кому интересно, разберется, да? Ну, это что-то такое получилось у нас. Смотрите, вот сейчас мы пробежались, а сколько времени мы потратили бы на выяснение, изучение этих всех званий и так далее? Довольно много. А получилась у нас такая вот одна правка, по сути. Вместо награжден был принят в орден. Вот возникает такой вопрос, стоила ли игра свеч, надо ли было тратить... Это рыцарский орден. Мы же смотрели там в Википедии. Значит, мы это уже только что прошли. Да, мы все выяснили, да, что он был. Значит, вопрос, которым я хочу задаться сейчас, сейчас это надо ли было вообще это делать? Смотрите, да, мы говорили, что маркетинг, перевод, мы хотим, чтобы он был идеален и все такое. Но вот эти фактологические мелочи, если бы они относились к предмету рекламы, конечно, это важно. А здесь, по-моему, тот случай, когда можно было бы просто в условиях ограниченного времени, которые всегда есть, просто довериться переводчику и оставить, в общем-то, несоразмерные затраты эффекту. Никто не заметит, куда он там принят или нет. Если честно, никто в жизни, правда, является членом ордена Британской империи и не слышит. Орденом францисканцев, да, там, кармелитов, матистикой, но членом можно... Так. Да, значит, а вот что, да, это важно, но суть этого фрагмента была в том, что это не важно, на самом деле. Суть в том, что мы должны установить какие-то приоритеты. И в данном случае лучше было бы, как правильно заметили, да, уже вот этот ей причастный оборот, он совершенно не нужен, просто сделать, как в оригинале, перечисление последовательное, хронологическое, да, и всё. Следующее. Ну и всё-таки двигаемся дальше. Да, «Рыцарь» — это здорово, но у нас ещё текст не закончился. В своих работах Блейк часто читает поп-жанр с высоким искусством, используя приём коллажирования. Художник известен своей страстью к коллекционированию, которая проснулась в нём с юных лет. Сэр Питер Блейк запечатлён в студии в поместье «Чизик» на фоне созданных им украшений и предметов искусства. Кому что не нравится? Вижу, Ирина не нравится коллажирование, нам тоже оно не нравится. Ещё есть что? Поп-жанр, да, странный термин. Коллажирование, конечно, есть, но очень как-то узко-специально звучит, да? Да, Игорь вот отметил украшение. Созданный, да, это вообще любимое слово всех этих. А у меня получается непонятно, к чему созданные им относятся. То ли к украшениям, то ли к предметам. А может к тому и тому? А украшение, да, он что, ювелир по совместительству? А надо посмотреть эти фотографии, кстати, где он запечатлён. Ну, давайте посмотрим сразу, раз уж Игорь рассказал про украшение, да, мы видим там вот это, что-то там ни колье, ни колец, я там не вижу, да, за ним. То есть явно было что-то другое, как, собственно, сказано в оригинале. Коллекция его. Да. А поместье чизик никого не напрягает? Да. На самом деле, если опять же-таки посмотреть в гугл, то это не поместье, это предместье. Разница немножко есть, согласитесь, да? То есть это речь идёт не про его поместье, а про местность, где он живёт, собственно говоря. Вот. То есть здесь мы имеем просто ошибку, просто ошибку перевода, которую опять же-таки нужно почувствовать сначала, найти и понять, исправить. Про украшение мы уже сказали, да, и в результате вот что мы сделали? Мы убрали поп-жанр, мы убрали коллажирование, чтобы просто не напрягать уши аудитории, да, и сделали просто технику коллажа. А страсть, проснувшаяся с юных лет страсть, это хорошо для бульварных любовных романов. Наверное, да, здесь проснулся, наверное, всё-таки лучше стиль-то подкорректировать, да? Получилось, что отражается в его произведениях и страсть художника к коллекционированию, которым он увлекается всю жизнь. На фото Сэр Питер запечатлён в своей студии в лондонском предместе чизик на фоне бесчисленных безделушек и предметов искусства из его коллекции. Он страстный коллекционер, да. Где, где, где? На фоне? И это авторская запятая, уточнение можно выделять, можно нет, это Розенталь позволяет. Что ж? Безделушки по стилю, да, вопрос субъективный, но в оригинале… Да, да, может быть, да. И тут Оля правильно заметила, страсть художника к коллекционированию, которым он увлекается всю жизнь. Тут страсть увлекается, но понятно, что есть страсть увлекается в экипо. Ну тут, который мужской род, в общем-то. Ну да, конечно же, здесь можно… Согласна, чем короче, тем лучше, чем понятнее, тем лучше и так далее. Запятая тут под вопросом, можно ставить, можно нет. Ну, в общем, пока получилось вот так. Дальше обсуждаем. Следующее предложение. К 50-летию отеля Мандарин Ориентал Гонконг Сэр Питер Блейк создал коллаж со всеми знаменитостями, отдающими предпочтение группе Мандарин Ориентал. Как отмечает сам художник, он, несомненно, в их числе. Что? Что ужасного именно? Так, ну, да, в общем-то… Мандарин Ориентал Гонконг Значит, это название отеля. Вот Мандарин Ориентал Гонконг и так далее. Там Барселона, там всякие есть. Ну, вот, надо что-то делать с этим названием. Два варианта. Или в Гонконге. Вот два варианта. В Гонконге, да, или взять просто в кавычки. Можно так, можно так. Ну, и здесь вот эти вот «Илластриус фэнс» и, опять же, вот, слоган АМФН, который как-то неунятно переведен. Ну, вот мы его вот так вот исправили. Создал. Что? Мне нравится два раза в Мандарин Ориентал. Посмотрим, ну, это отели наши… Да, 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 да. Хорошую вещь повторить не грех, да. Ну, и вот результат, который мы не будем зачитывать. Поверьте, мы еще не очень придирчивы, потому что Игорь придирался гораздо больше. Да, на самом деле мы взяли практически, подчеркнусь, это практический пример, когда вот мы работаем в условиях, не в тех условиях, в которых, вот, Игорь вчера сказал, что работать нельзя, то есть, что не надо так. Ну, вот, приходится, пока что не все достигли того уровня организации труда. И поверьте, если бы наш прекрасный модератор дали бы нам не 40 минут, а час 20, наша придирчивость резко бы взросла, прям сразу. Поэтому мы имели ограниченное время как здесь, так и гипотетически в нашей работе. Итак, мы текст закончили, мы молодцы. Что же нужно сделать, опять же-таки, в идеальном случае, когда мы все отредактировали? Ну, в самом идеальном случае нам нужно это отложить и забыть, потому что редактор, опять же, не идеален, как и переводчик, да. И наредактировать он там мог такого, что потом надо бы вернуться вообще-то посмотреть, ну, хотя бы день, да. К сожалению, в реальном мире такое бывает, мягко говоря, не всегда. Но это то, к чему надо, по крайней мере, стремиться и пытаться это закладывать, когда мы переговариваемся по поводу сроков. Конечно же, проводим quality assurance, все, что нужно, опечатки двойные пробелы и так далее. Далее, обязательно, если мы делали это в CatTool, да, или не в CatTool, или в табличке, мы это делали, или просто как-то, все равно нужно обязательно посмотреть на текст целиком. На то, что в английском языке называется flow, да, как он читается вместе, слитно, не слитно, где мы там спотыкаемся при прочтении вслух. Какая связь между предложениями, нет ли там каких-то грубых стыков, нелогичных переходов и так далее, однокоренные слова, повторы и прочее, прочее. И, наконец, если мы используем track changes, мы проверяем в чистом виде, ищем то, что мы могли бы просмотреть в красном цвете. А если еще буквально три минуты у нас есть на то, чтобы закончить, да, то мы бы хотели обратить ваше внимание на несколько моментов не из этих текстов, но с того же сайта, из той же компании. Да, мы просто заглянем на страничку еще одной актрисы, многие знаю, наверное, да, Люси Илью. Возьмем только одно предложение, вот такое. Зрителям она известна по ролям в картинах «Убить Билла» и «Ангелы Чарли», а также в сериалах «Элли Макбилл» и «Элементарно». В последнем она сыграла роль доктора Ватсона. Да, 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 доктора, ну, наверное, переводчик представлял себе какой-то комедийный, может быть, фильм, я не знаю. Ну, да, он не смотрел элементарно, но должен был, наверное, вот посмотреть, что это такое и найти, что она сыграла роль доктора Джоан Ватсон. Ну, там еще есть моменты, конечно, мы не можем все… Да, и последний, наконец-то, момент, там есть такой вот очень симпатичный молодой человек, среди знаменитых актер, Чен Кун, актер, писатель, модель, певец, по праву может считаться человеком эпохи Возрождения, преуспевает во всем, за что берется. В общем, он большой молодец. Есть какие-то замечания? Ну, вот так вот, classic renaissance man, вот что хотел сказать копирайтер, мы его дублируем. Многих навыков, знаний, там, многогранных. И вот это вопрос проживает во всем, за что берется. Да, во всем, за что берется, извини, сразу напоминаю, Олег, что все берется смело, все превращается в говно, а если это говно берется, то просто трогает. Это как мухашевый говно. Олег, зачем ты опошлил такой высокий штиль здесь? Вот, ну, да, можно много говорить про Возрождение, про за что берется и прочее, прочее. Но мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что написано большими буковками, на его имя, собственно говоря. Мы хотели обратить ваше внимание на нашего большого друга, Палладе, транскрипционную систему, которая, опять же, переводит, вернее, редактор, да, переводчик-то мог посмотреть туда в Палладе, а мог и нет. А вот редактор не может по умолчанию поверить переводчику, да, мы же не знаем китайский, мы с английского, ну, редактируем в данном случае. И по системе Палладе он совсем даже не Чен Кун, а Чен Кунь, вот. И Google с нами согласен, равно как и Википедия, да, то есть он известен вообще-то под этим именем. И, опять же, редактору, перед редактором стоит задача просто почувствовать, не будем уточнять, каким местом, да, просто почувствовать, что здесь может быть что-то не так. Да, заглянуть в Палладе, перепроверить и переписать его имя. Вот, на этом, в общем-то, наше занятие сегодня, ну, основная его часть закончена. Опять же, мы будем очень рады продолжить общение, у кого есть еще какие-то предложения, замечания. А сейчас мы благодарим вас за внимание и готовы ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Участникам обсуждения. Ну, как, вот, сегодняшний пример показывает тоже, что и мой последний пример вчера. Было бы лучше, если бы вы перевели заново, да, то есть за такое редактирование надо брать, как за перевод плюс редактирование, выбрасывать нафиг этот перевод, никогда больше не обращаться к этому переводчику и делать самостоятельно. Тут вывод очевидный. Вопрос в том, что мы не с переводчиком, а с заказчиком. А заказчик заплатит нам? А никогда нельзя брать заказы чисто на редактирование. Понимаете? А что же вы будете делать тогда? А только на перевод. Если мы не будем брать от вас заказы. Понимаете? Тогда вы кого-то поправите, и он будет хороший, а вам заплатят одну треть. Вот и все. Не берите таких заказов. Одну треть? Да. Нет, нам заплатят, в общем-то, как мы хотим получить. А что получится в результате, мы знаем, как бы, к сожалению, пока эти хорошие принципы не повсеместно внедрены, что видно, допустим, по локализованным версиям многих программных продуктов и так далее, которые у нас все стоят. Сейчас, если можно, я два слова буквально добавлю к этому. Мы показали, да, как это выглядит, но вы все это и сами знаете. А вот выводы каждый может делать свои. То есть, можно сделать свое, что никогда не берите заказы на редактирование. А можно сделать свое, что делайте так, чтобы вам это окупалось. Может быть, вам заплатят как за три этих перевода, а может быть, как и за пять. Кто знает? Мы же не знаем, сколько заплатили переводчику. Здесь вы себе бизнес, компания, оговариваете условия. Собственно, у вас был случай, да, не так давно? Я чуть-чуть дополню качу. Или берите, просите оплату за редактирование согласно затраченного времени. Мы вчера с Ирой рассказывали, это можно сделать даже в любом кэттуле. Можно посмотреть, сколько вам пришлось мучиться над этим текстом, и почему бы не выставить заказчику счет по фактическому времени. Это не либо, это так и надо. Это не либо, это так и надо. По умолчанию, конечно. Есть такое дело. Я хотел добавить, что мои переводы несколько раз попадали в руки этих двух людей, которых вы видите. Возвращались расписанными под хохлому. Не проявились. Но, тем не менее, мне продолжают те же заказчики присылать после этого работу. Я радуюсь, что в логру с моей переводы не попали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!